итак друзья всех приветствую и у нас сегодня на обзоре долгожданный toyota prius который все так долго ждали новое обновление конечно такое приветствие могло быть в 2003 году а сегодня я вам расскажу о своем toyota prius на котором езжу машинка мне досталось с с бельгии с оригинальным пробегом 160 тысяч сейчас на машинке идет пробег порядка 295 тысяч километров то есть я на не накатал за все это время за два года я накатал порядка 140 тысяч километров что здесь интересно здесь находится руль который мы видим кстати вы видите что руль полностью я оголил специально для вас то есть он без чехла чтобы показать какое и так как для водителя что здесь удобно кресло здесь сделано очень удобная очень много времени провожу за рулем и и у меня спина не болит сейчас посмотрим пробег какой у нас здесь 293 тысяч вот какой у нас средний расход показывает 48 километра кстати это гибрид на который я поставил газ почему газ то потому что вы видели цены на электричество очень дорогое и так я поставил сюда газ для пассажира здесь довольно таки тоже уютно сидеть то есть место достаточно и плюс еще есть плюс еще есть у нас сзади место довольно таки просторно и удобно сидеть то есть в моем понимании это идеальная машина для такси по содержанию единственно вот здесь у меня стоит перегородка на время карантина потому что выпуск я снимаю в 2021 году в январе и так а теперь давайте по я вам расскажу относительно сколько и что я делал первое когда я купил эту машину когда я привез ее в украину в первый раз то получается что задняя правая пружина она была у меня поломана замена двух задних пружин к я поставил потом потом что у нас по ходовой вот месяца три назад по ходовой сзади я делал солен блоки большие они стоили по 13 евро за штучку то есть по потом колодки когда я купил машину то я поменял колодки хотя это можно было и не делать потому что колодки здесь меняется раз сто тысяч вот сейчас я поменял на сейчас 290 тысяч я поменял колодки и диски тормозные вот 100000 машина прошла колодок там оси видно там еще на яму подымали было видно относительно того что идет 50 процентов износа то есть колодки здесь ходит 150 тысяч диски стою ходит 1300 но для меня это очень большое удивление когда менял большие колодки колодки раз 20000 багажник багажник здесь просторный вот правда здесь между что здесь запаска всякая ненужный хлам превращаясь какой-то голимова таксиста который хлам возит обычно того не замечая масло какое лью масло я лью сюда 00 в 20 и дымится почему и дымится потому что это японское масло есть еще в пластиковых коробках масло но я его не покупаю потому что мы другое качество идет дальше а антифриз а действительно антифриза я вот лю турту вакс но у меня есть расход антифриза он нигде не течет на это уходит неделю по 200 грамм то есть где-то в месяц у меня при пробеге 7000 километров у меня уходит грамм 700 800 антифриза я доливаю пишите в комментариях у кого какое потеря идет антифриза дальше что очень важный момент здесь это ступицами у приуса всех есть проблемы с передними ступицами но я так понимаю не знаю с чем это связано но все меня этого очень часто эти ступицы у меня была проблема следующая я купил изначально дешевые ступицы китайские они у меня отходили 30 тысяч и начали снова гудеть я потом снова купил китайские ступицы поменял точнее не купил я первый поменял по гарантии потому что здесь довольно таки очень хорошо работает гарантия и но сама работа ступицы стоили 30 евро то сама работа по замене стоило 20 евро ступиц и получается следующее два же поменял ступицы потом мне надоело это менять я купил дорогие ступицы сваги сваг компания компания сваг в общем я доволен уже подходил 30 тысяч никаких намеков на гудение что по маслу расход масла расход масла у меня идет в среднем на десять тысяч грамм двести-триста то есть с максимума если быть точным с максимума щупа у меня уходит до середины щупа то есть я покупаю 4 литровую канистру и дымится и получается я за два раза использую масло меня раз в 20 тысяч пишите в комментариях как вы меняете часто масло почему раз 20 тысяч объясню ситуация следующая это масло оно очень качественно как вода но в принципе для и рассчитана для того чтобы использовать гибридах ресурс этого масла 15000 но учитывая что это гибрид и мотор отключается в процентах 30 то тогда получается то получается ресурс увеличивается я меня раз двадцать тысяч мотор маслом не хавает хотя многие говорят что у приюты приус после 200 тысяч километров начинает такие расход топлива вот расход масла чтобы я сделал бы здесь поэтому приус ну первых я его затронировал пленку а термальную а термальная пленка у меня идет на впереди то есть сзади и так по машине чтобы чтобы я сделал по этой машине первое я бы поднял бы я бы взял бы по резину конечно же бы на размером не 195 55 16 а резина 195 65 16 машина бы стала чуть выше для евро в принципе для вильнюса европейских дорог это хорошего 100 но хочется чуть повыше и плюс я поставил бы проставки в два сантиметра чтобы поднять машину дальше по комплектации у меня здесь есть авто парковка то есть машина сама может парковаться я конечно не знаю как она сейчас будет работать сейчас кнопочка у меня вот если видно или нажимаешь нажимаешь назад и вот вот здесь вот в меню выбираешь системы мальфукшен может быть система мальфукшен в общем в общем система работает я как-то тестировал она сама паркуется машина у меня 2006 года по документам по в номеру 2005 года так про расход масла мы поговорили а еще могу отставить отзыв относительно резин у меня была резина фолда прошлом году она отходила мне 80000 и начала такая как идти как бы такими вот скажем так начала идти вырываться кусками резина это резина будьер я теперь все время только буду покупать резину будьер или же буду покупать мишелин потому что это гораздо качественнее резина чем фолда уколы еще здесь есть колпаки на диски литые диски эти колпаки обеспечивают экономить топливо там какая-то новая технология аэродинамика ну в общем такое прочее не у меня конечно поход цена и потому что я немного немного езжу не совсем умела когда бровка сзади или спереди поступиться им рассказал также впереди менял по ходовой а стойки стабилизатора меня они там по 12 евро стоят и все то есть за эти сто тридцать пять тысяч километров я вот только заправлял эту машину поставил газ на него и и средний расход у меня 4 и 8 литра компьютер показывает из добавляем 1 и 2 где-то литра 1215 это 6 6 половиной литров газа у меня на 100 километров это очень дешевая моторы здесь ходят по 800 тысяч я знаю таксисты говорили коробка здесь не убиваем и она тоже ходит порядка как и мотор 800000 я менял масло в коробке раз 100000 на 160 тысячах поменял масло и вот недавно менял на 100 на 270 тысячах поменял масло и там стружки вообще нет то есть коробка нуляча учитывая что машина не новая и почти уже 20 лет то это просто офигительный вариант особенно для работы покупал я ее за 4 800 два года назад сейчас таки на рынке стоят где-то я думаю три с половиной четыре может быть три с половиной где-то и цена по поводу ремонта батареи давайте еще расскажу поводу ремонта батареи я ремонтировал батарею на на этой машине как все происходило сначала у меня загорелся вот сейчас я вам покажу вот открою вот такой воскресательный знак у меня загорелся если дверь открыта и машина хочет ехать я поехал к мастеру мастер сказал что восемьдесят пять евро стоит замена сама работа плюс замена одной ячейки или двух ячейки не помню уже в общем он разобрал нашел слабые звенья через две недели у меня снова та же самая проблема я снова к нему говорю слушай по гарантии но ведь слушай по гарантии это хорошо я тебе поменяя если поломаны мои ячейки но заработал 85 евро за разбор из тебя возьму он говорит но он еще первый раз говорил что есть функция за за 200 евро за 300 евро полностью прогнать секундочку отвлекусь отвлекусь немножечко итак есть возможность за 300 евро прогнать полностью батарею разрядить зарядить разрядить зарядить за два дня макс на минимальных токах и получается все слабые ячейки они будут показаны то есть их можно будет выявить в общем когда у меня третий раз это произошло я говорю слушай меня это не устраивает что это за приколы такие я каждые три недели к тебе заезжаю делаю батарею мне нужно сделать раз и навсегда он говорит ну есть вариант почему ты мне не настоял как специалист и не сказал мне что нужно сделать такой вариант потому что так будет лучше в общем я полностью к нему загнал машину он ее сделал прогнал батарейки батарейку частички эти ячейки и я уже проехал сто тысяч километров до сто тысяч километров чуть больше года этого прошло да где-то 90 или 100 тысяч уже точно не помню и получается батарея рабочая в общем по батарее если у вас поломалась батарея не меняйте ячейки частичками найдите мастера который разбирается в том то что я сказал или разбирается как это все нужно ремонтировать полностью прогоните батарею два дня выпадут слабые звенья и тогда их нужно менять тогда батарея у вас еще отходит там какое-то энное время я не знаю сколько она отходит посмотрим по маслу масло предназначено сюда в моторе 0w20 если вы найдете машину которая не жрет масла да и вообще лейте 0w20 некоторые говорят что нужно другие лития масла не слушайте заводным производителям написано что нужно лить масло 0w20 оно незначительно дорогое я покупаю демицую в Литве в Вильнюсе с Японии 37 евро за 4 литра я не считаю что это дорого для масла конечно я покупал хада со скидкой ну 0w20 я покупал хада и у меня уходило он стоил 50 евро но у меня была скидка 50% я иногда попадал на акцию в акрополисе кстати относительно скидок то что здесь скидки работают здесь иногда очень хорошие скидки и я брал получается по 25 евро хада 4 литра но на хадовском масле у меня был расход на 20000 где-то литр литр уходил масло я доливал то есть где-то по 500 грамм на 10000 уходило то есть чуть чуть больше расход был чем этого и демицую и так по содержанию машина очень дешевая она очень практичная то есть коробка мотор главное обратите внимание на батарею при покупке ну и что ходовая в принципе делается чтобы она была не битая потому что у себя я знаю что что моя была в левое заднее крыло она была немножечко битая ну то есть там крыло чуть подмятое и даже я вот когда сдавал назад оборвал бампер задний у меня вот здесь вот вот здесь вот все видно отлетела чуть чуть шпаклевки на этом месте потому что я когда сдавал у меня бампер вырвало и заодно зацепило то есть у меня вот здесь вот был удар и здесь рихтовали все остальное как бы внутри селона разбирали там все нормально не битая и так в принципе если вы будете покупать машину попробуйте найти 2008-2009 года и желательно с кожей и с акустикой GBL потому что здесь нет акустики GBL и то кожа это сомнительный вариант потому что если ты работаешь в такси то все время ты запаренный как бы не знаю как бы был бы хороший вариант а и самое главное камера чтобы была в этой машине у меня был вариант взять машину с большим пробегом там был пробег 220 тысяч с кожаным салоном но без круиза а и круиз здесь еще есть круиз обязательно берите автомобиль с круизом очень очень удобная штучка он вот так вот выглядит здесь если есть круиз то берите здесь очень хорошая комплектация получилась на этой машине пишите в комментариях если у вас какие то будут вопросы относительно обслуживания машины да и вообще сами пишите отзывы и так спасибо за просмотр надеюсь вам обзор понравился конечно он сделан не в 2003 году с 18 летней задержкой ставьте лайки подписывайтесь комментируйте следующая машина которую я буду покупать это будет только или тойота или лексус смотрю в сторону реально смотрю в сторону тойота приус плюс это гибридный семиместный минивэн а для того чтобы я снял обзор на тойота приус плюс семиместный гибрид переходите по ссылочке на патреон на бусти и когда будет у меня тойота приус плюс я обязательно сниму обзор на него всем спасибо за внимание